Всем привет, это Евпатория, это я, Юлия Ревенина, и мой канал Эконом-класс о том, как жить и путешествовать за разумные деньги. А это стена, Евпаторийская стена, на которой коротко изложена история этого места, ну, в каких-то там 25 веков. Вот кто только за эти 25 веков не побывал и не жил в Евпатории. Сначала здесь жили древние грехи, потом ее захватывали половцы, хазары, скифы и другие народы. В 15 веке она стала частью Османской империи, но в 18 веке Екатерина II присоединила Крымную Евпаторию, естественно, к Российской империи. Вот все эти государства и все эти эпохи, они сохранились в Евпатории, через этот город просвечивают время. И какие-то бесопримечательности превратились в руины, какие-то стали музеями, а какие-то используются по прямому назначению. Сегодня мы совершим такое короткое, интересное историческое путешествие размером 25 веков по Евпатории. Но прежде не забудьте подписаться, поставить лайк и поехали! Вот здесь, под этой стеклянной пирамидой, находятся руины античного полиса Киркенетид. Какого мужчину нашли? В аж 9 веке до нашей. Прекрасно сохранилось. Османский период жизни в Евпатории мы встречаем подождем, поэтому приходится... Оголки-палки! Мы решили скрыться от дождя, прямо в самой крепости Гезлев. Это слоеное тесто, а между слоями проложен белковый крем, грецкий орех и изюм. Также произвели химический анализ этой стены и доказали ее вековую принадлежность. В 1784 году, после того, как Крым стал российским, Екатерина II повелела переименовать город Гезлев на Евпаторию. Я узнала, как правильно принимать минеральную воду Киркенетид. Ой, я, честно говоря, ненавижу минеральную воду. Собственная Евпатория, как Куорт, стала известна и начала набирать популярность в конце 19 века, после того, как здесь была построена майнакская грязелечебница. Ой, что-то тут было. Судя по тому, что плитка на полу и плитка на стенах, значит, все-таки, это сама непосредственно была грязелечебница. Вот все отдыхали, принимали грязь, все процедуры тут были. Майнакская грязелечебница сейчас разрушена, разграблена, разворована. Ну что, начнем с античного периода Евпатории. Вот здесь, под этой стеклянной пирамидой, находятся руины античного полиса Киркенетиды. Он существовал, начиная с VI века до н.э. По-моему, даже раньше, в VI веке н.э. его завоевали греки. Тогда мы узнали, что существует античный полис Киркенетиды. Так вот, под этой стеклянной пирамидой находится северо-западная окраина полиса Киркенетиды. И как ее нашли? Когда ремонтировали Дувановскую улицу, то обнаружили часть оборонительной стены Киркенетиды и круглую башню жертвенников. Решили это все не закапывать и не растаскивать по музеям, а музеифицировали, есть такое умное слово. И теперь все это доступно гостям и жителям Евпатории. А еще, кстати, очень много артефактов, очень много интересных вещей, оставшихся от античного периода Евпатории, хранится в Евпаторийском Кировическом музее. И мы туда тоже заглянем. А это как раз зал археологии. Здесь как раз мы узнаем о античном периоде жизни Евпатории. Амфоры, в которых хранилось растительное масло и вино. Погребальный инвентарь найден при раскопках геркенетиды. Бусы и амфоры. Вот, кстати, какого мужчину нашли в аж девятом веке до нашей эры. Прекрасно сохранилось. А вот из таких камней клали стены. Это вам не кирпич маленький, это так убить можно. Кто только не бывал в Евпатории. Кто только ее не завоевывал и на нее не нападал. Вот так, например, выглядит один из захватчиков. Это Половец. А это Хазарский всадник. Это Готский всадник. В общем, Хазары, Готы, Половцы, Скифы. Все хотели завоевать Евпаторию. А это вооружение воина Крымского ханства. Кстати, на древний русское похоже. Так, османский период жизни в Паттории мы встречаем подождем, поэтому приходится... Ой, елки-палки! Он усеялся так, приходится как-то выкручиваться. У меня за спиной находятся Гезлевские ворота. Это символ именно османского периода в жизни Евпатории. В 15 веке Крым был завоеван Османской империей. И на месте нынешней Евпатории была построена крепость Гезлев. К сожалению, от этой крепости остались только Гезлевские ворота. Раньше они назывались дровенными, потому что выходили на базарную площадь, где торговали дровами. И сама крепость Гезлева и эти ворота пережили огромное количество осад и нападений. Кто только на них не нападал и не пытался проникнуть в крепость Гезлев. Русские, казаки, татары и многие другие народы. Гезлевские ворота пережили две русско-турецкие войны, Великую Отечественную войну. Но разрушены были по глупости местного начальника в 1959 году, который решил, что лучше снести ради дороги большой какой-то автострады. Можно снести этот уникальный памятник. И в общем их снесли. И только в 2004 году любители истории, меценаты восстановили Гезлевские ворота. И теперь это такая точка культурного притяжения, точка туристического притяжения. И в Паттории за ними находится старый город, Малый Иерусалим маршрут, по которому мы тоже обязательно пройдемся. И в общем здесь сосредоточено, на самом деле, очень много интересных памятников, интересных религиозных учреждений. И, кстати, очень много здесь замечательных оригинальных видалин с этнической татарской, крымско-татарской и караимской кухнями. Под звуки капающей воды я решила скрыться от дождя, прямо в самой крепости Гезлевских воротах. Дело в том, что здесь, если вы зайдете, то увидите сразу кофейню Кизлев Кавысы. Надеюсь, я правильно это произнесла. Этот перевод означает Кизлев – это как бы бывшая Евпатория, Кавысы – это кофе. Так вот, по слухам, здесь варят самый вкусный кофе в Евпатории. Что вы хотели бы узнать? Да, мне просто хотелось попробовать ваш фирменный кофе, который всех варят. А, наш фирменный кофе – это Кизлев Кавысы. Это наш фирменный кофе, оно варяется вверх, на медленном огне, подойдется с фирменной клинкой, присутствуем из домашних стрибов. Мы прикусываем из домашнего кофе-сахара, который мы варим сами. У нас еще есть суп, это очень вкусное кофе. Это десертное кофе с яичным желтком, с медом и присутствуем из домашних стрибов. Так, принесли мне кофе, начинаем дегустацию. Вот это маленькая чашечка, здесь 100 граммов, она стоит 140 рублей. Это Кизлевский кофе. Мне кажется, даже не надо и сахара никакого, потому что он очень ароматный, но ароматный не за счет каких-то добавок, а ароматный, потому что он сам по себе кофе ароматный, и вызвана вот эта варка, она достает оттуда весь самый вкус. Второй кофе, дорогой. Но тут его побольше, сколько его тут? Его 150 граммов. Это называется десертный кофе по-султански. Видимо, султаны пили такой кофе, а к нему подали, а как всегда, я не помню. Как называется, молодой человек, как это называется? Кивизли Ковитек. В общем, это называется странно, я сейчас попытаюсь повторить. Кивизли Ковитек. Это слоеное тесто, и между слоями проложено... Белковый крем, грецкие орехи и изюм. Грецкие орехи и изюм, и первое, а второе? Белковый крем. А, белковый крем, грецкие орехи и изюм. Ой, ребята, когда же я буду работать-то? Когда столько вокруг вкуснятина. Так, дегустируем султанский кофе. Вот, вы знаете, он со сладостью. Это вот кофе для тех, кто любит сладкий кофе. Я все-таки сторонник того, чтобы кофе был без сахара, чтобы попробовать всю палитру вкусу. Что сразу отмечу, что нет приторности и совершенно воздушное тесто. Тесто просто замечательное. Не как подошва, знаете, что слоеное часто бывает, как подошва, а очень нежное, легкое тесто. И вообще, казалось бы, десерт, но достаточно легкий. Начиная отсюда и до конца, это то, что сохранилось от этих ворот с момента постройки. И две арочные ниши, которые, предположительно, использовали как помещение для городской стражей, но с разным этим артиллерия, оружие, ворота теряют свое убранительное значение и их начинают использовать как торговые ремесленные лавочки. Также произвели химический анализ этой стены и доказали ее вековую принадлежность. Перед вами макет средневековой крепости Кесрек. Такое название наш город носил времен Афрес Блаханского и свою историю берет в середине 15 века, когда во время правления хана Меглия Герая здесь возводится первоклассная крепость. На то время занимал второе место по своим размерам и уступал лишь столице Кесрекского ханства, в городе Борчисараю. Здесь проживал около 20 тысяч людей, среди которых были клюнские татары, караимы, армяне, греки и другие народы. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем наш рассказ и начинаем его на улице Дубановской. Это самая знаменитая пешеходная улица Евпатории. И она как бы является символом Евпатории, как российской здравницы, когда она из маленького приморского городка стала знаменитым российским курортом. Но вернемся все-таки в 1784 год, когда Екатерина II, после того, как Крым стал российским, Екатерина II повелела переименовать Гизлев в Евпаторию. Новое название было выбрано в честь царя понтийского государства Дмитридата VI Евпатора. Ну и звучало достаточно многозвучно Евпатория. Ну, Екатерина II, как женщина щедрая, ну и вообще здравомыслящая, тут же сразу стала раздавать новые, вновь приобретенные, вновь завоеванные крымские земли своим друзьям, аристократам, полководцам, друзьям-иностранцам. Но по большому счету она делала правильно, потому что Крым нужно было осваивать. Он тогда состоял из маленьких татарских деревушек, а сегодняшний современный Крым – это красивые шоссобники, дворцы, набережные, парки. Все это было сделано в российский период крымской истории. И вот эта замечательная Дувановская улица с красивейшими шоссобниками, которые соревнуются друг с другом в красоте декораций, в неожиданных архитектурных решениях, она тоже была создана в XIX веке, но это уже позже намного. И связано это с тем, что градоначальником Евпатории был предприниматель, землевладелец, богатый и меценат Дуван. Это очень талантливый человек, очень энергичный. И, в общем, благодаря ему небольшой приморский городок Евпатория превратился в знаменитую здравницу. Так вот, когда народ разузнал богатый, что здесь так хорошо, здесь еще лечебные грязи есть, они сюда приехали, скупили земли и построили особняки. Вот если прогуляться по набережной Горького и по Дувановской, вы всю эту красоту увидите. Субтитры создавал DimaTorzok Среди всех очень красивых особняков, которые расположены на Дувановской улице и на набережной, нынешней набережной Горького, сразу выделяется нынешнее здание краеведческого музея. Выделяется совершенно необычной архитектурой. Это здание принадлежало местному предпринимателю Гелиловичу. Ну, понятно, что в 20-е годы, когда в Крым пришла советская власть, этот особняк экспроприировали, национализировали. И в 21-м году здесь открыли краеведческий музей. Очень часто пишут, что этот особняк сделан в стиле модерна. Да, там есть, соглашусь, элементы модерна, но там еще очень ярко выражены элементы исламской архитектуры. То есть то, что вы увидите только, например, в мечети. Например, Мехраб. Мехрабом украшен вход в краеведческий музей. Мехраб – это такая ниша в мечети, которая указывает направление Мекки, то есть куда молиться, в какую сторону направлять свои молитвы. И Мехраб сравним с алтарем в христианском храме. Вот пример очень хорошего вкуса, когда это называется эклектика, когда смешение разных стилей создают совершенно иной стиль. Сделано все это с большим вкусом, с чувством меры и с чувством прекрасства. Так что будьте на Дувановской улице, полюбуйтесь на это красивейшее, великолепное здание. Здесь, в Бювейте, благодаря замечательно грамотному и опытному сотруднику, я узнала, как правильно принимать минеральную воду Киркенитиды. Здесь за стенкой находится скважина глубиной 1247 метров. Вода оттуда поступает теплая, даже горячая, 38-43 градуса. И эту воду главное не пить литрами, рассказали мне. Очень ценная, кстати, информация, потому что многие покупают такую сильно минерализированную воду и пьют ее вместо питьевой воды. И все это может закончиться печально, в том числе камнями в почке. В первый день нужно принять всего лишь 50 миллилитров воды. Это вот третья часть стаканчика, и не больше. Надо принимать ее за 30 минут до еды, и еда должна быть такая не кислотная, не фрукта, а какая-то белковая. Вот такой всего лишь. Пить минеральную воду советуют в движении, видимо. Ой, я, честно говоря, ненавижу минеральную воду. Она такая, кстати, солененькая, тепленькая, но, по крайней мере, посимпатичнее, чем в Есентуках. В Есентуках вот самая какая-то у них ядреная вода, но она, не знаю, мне кажется, она пахнет тухлыми яйцами. Пить ее это просто, ну, только ради большого здоровья можно. Так вот, продолжая рассказ о бювете и минеральной воде. Пить эту воду надо 21 день, 3 раза в день за 30 минут до еды. А после этого обязательно сделать 6-месячный перерыв, то есть вообще не прикасаться к воде. Почему? Дело в том, что вода – это кладезь полезных минеральных веществ, натрия, калия, магния, железа. И если переборщить с этими веществами, то они могут оседать в почках, в мочевом пузыре и образовывать камни. Поэтому учтите, что воду пьем малыми порциями в течение 21 дня, а потом большой-большой перерыв. Я сижу на лавочке на Дувановской улице, а позади меня находится санаторий «Приморский». Он знаменит тем, что это самый первый санаторий, появившийся в Крыму. Случилось это в 1905 году. Собственно, Эвпатория как курорт стала известной, начала набирать популярность в конце 19 века, после того, как здесь была построена майнакская грязелечебница. То есть это получается, когда? В 90-е? Когда все это случилось-то? Когда закрыли лечебницу? Нет, подожди. Нет, она еще в 200-м году. Я в школе работала еще в 200-м, потому что мы знаем, закрывали ее, этот директор заболел, он получил инфаркт и больше не вышел на работу. Еще в 200-м году. Она работала? Да, работала, люди боролись и все, процедуры принимали. А процедуры такие, боже, а людей сколько? А вам в 8 месяцев тут все приезжали, интеллигенты все, которые бархатный сезон любят. А вот и Майнакское озеро. Да, вот и Майнакское озеро. А в нем купаться-то можно? Конечно, купаются люди. Вот видите, остатки, если можно сказать, железной дороги, это рельсы для вагонеток были. Из озера они отправлялись в резервуары, там, видимо, грязь хранилась, а потом ее по мере надобности отправляли в Майнакскую грязелечебницу. О целебных свойствах Майнакской грязи известно давно. Еще древние греки упоминали о Геродоке, в том числе, о том, что вот есть такая грязь, после которой суставы перестают болеть, и вообще воспалительные процессы, всякие проходы. В 1874 году сторож соляного промысла с популярной русской фамилией Пугачев, видимо, был предприимчивым человеком, и он понял, что на грязях Майнакского озера можно сделать бизнес. И он открыл первую, такую примитивную достаточно грязелечебницу. Он отгородил небольшую площадку рядом с Майнакским озером, и там накладывало людям грязь на больные места, а потом их отводили на дощатую террасу, и там поливали рапой. Это уже вода, целебная вода Майнакского озера. И, в общем, эта грязелечебница пользовалась достаточно большой популярностью, особенно среди несостоятельной публики. Но все же это был такой примитивный способ лечения, он никак не подкреплялся научно, он не проходил под наблюдением врачей, поэтому Пугачев руководился столько здравым смыслом, ну и таким опытом практическим. А вот если говорить о лечении грязями уже под врачебным контролем, то это уже относится к 1887 году, когда два доктора взяли в аренду Майнакское озеро на 40 лет и открыли первую грязелечебницу, где лечение проводилось под контролем врачей, то есть у людей отслеживали состояние, наблюдали до, после и вели такую следовательскую работу. Сам расцвет, когда не просто там 10-15 человек лечились грязями, а когда просто сотню, тысячи людей приезжали в Патуре, принимали грязевые ванны, этот расцвет пришелся на советское время, на 50-60-е годы, когда была построена вот эта огромная грязелечебница, на развальных которой я сейчас сижу. Она вообще очень нарядная, она больше похожа на дворец лечебной грязи, чем на какую-то поликлинику. И здесь уже было все по-взрослому. Здесь было 110 ванн, где принимали грязи, здесь было отделение с подводным массажем, с разными душами, было два плавательных бассейна для детей и для взрослых, и был ингалитой. Субтитры подогнал «Симон» Так получилось, что наше историческое путешествие длиною в 25 веков, где Евпатория была античным полисом, восточной крепостью и знаменитым аристократическим курортом, и всероссийской детской здравницей, заканчивается на развальных Майнакской грязелечебнице. Недавно прошла информация о том, что собираются в Западном Крыме и что-то делать типа турецкой Алании, то есть такой крупный, популярный, очень красивый курорт. Я очень хочу надеяться, что это будет толчком к возрождению монахской грязи, лечебницей. И было бы здорово, если бы восстановили это здание с этими прекрасными мозаиками, с этими красивыми потолками, с арочными окнами. Это вполне может быть историческим зданием. История советской эпохи, история советской архитектуры, история советского декора, оно тоже заслуживает внимания. Я уже не говорю о том, что просто сама водолечебница создана для принятия грязевых ван и многих-многих процедур. В общем, друзья мои, я с вами прощаюсь, но прощаюсь не с печалью и грустью, а с большой надеждой, что Евпатория будет возрождаться, Евпатория будет процветать, в Евпаторию будет приезжать много-много людей, и все они будут пользоваться теми дарами, которыми дает этот щедрый край. Ну, не забудьте подписаться, поставить колокольчик. Если понравилось, то поделитесь с друзьями. Я буду продолжать путешествовать и буду с большим удовольствием рассказывать вам о неоткрытых туристических маршрутах, неоткрытых туристических местах. И для их открытия не нужно много денег, нужно просто желание и радость, и удовольствие от вот этих микрооткрытий, которые дарят нам путешествия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok